Привет всем, меня зовут Ника, и как вы знаете, у меня есть опыт образования как в Европе, так и в США, поэтому в сегодняшнем видео я отвечу на вопрос, где же лучше получать образование в США или в Европе. Вкратце, моя жизнь. В 19 лет я получила стипендию, стипендию Магарикум, которая позволила мне переехать в Венгрию и учиться там бесплатно на протяжении трех лет. Это была программа, полноценная программа бакалавра, только длилась она три года, вместо четырех. Потом я еще в Венгрии работала пару лет финансовой компании, потом я решила все-таки, что хочу сменить свое направление и поучиться в США, подала суда на программу магистратуры, получила опять же полное финансирование, и сейчас я здесь живу, учусь и записываю видео на этот канал, поэтому обязательно подписывайтесь. Давайте начнем с самого первого критерия, это уровень в жизни. Уровень в жизни. Уровень в жизни. Имейте в виду, что когда вы решаете, где получать образование, не стоит забывать, что разные страны живут по-разному. США будет очень сильно отличаться от Европы, да и вообще в Европе у нас 27 разных стран, которые друг от друга тоже отличаются. Здесь главное понимать, что даже ежедневная жизнь каждой страны будет отличаться. Например, вы наверняка знаете, что жизнь в Испании более такая размеренная, да, нежели, например, в Германии. В США здесь все куда-то бегут, что-то пытаются достигнуть, куда-то прорваться, поэтому здесь все очень быстро и динамично. Следующий фактор, который нужно рассмотреть, когда вы выбираете страну для своего обучения, это сможете ли вы работать здесь после выпуска, чтобы хотя бы получить какой-то рабочий опыт, или сможете ли вы работать, когда учитесь. Вы знаете, что существуют разные гранты, стипендии для покрытия вашего образования, но зачастую они не покрывают ваше проживание. Особенно, когда вы, например, на программе магистратуры, вам хочется получить какой-то опыт и параллельно учиться. В США этого сделать нельзя. Как интернациональный студент вы можете работать только на кампусе. Но в Европе работать вне своего университета можно. Когда я жила в Венгрии, я со второго курса начала работать в финансовой компании, получала денежки, которые мне помогали жить и кушать. Совсем забыла сказать, что в США, хоть вы и не можете работать за пределами кампуса, очень много позиций для студентов существует именно на кампусе. И вы можете спокойно работать на кампусе и получать небольшую денежку в течение своего образования. И этого вы не можете сделать в Европе. Обычно в Европе нет позиций в самом университете. Плюс после выпуска из американского вуза вы можете работать где хотите, без каких-либо дополнительных виз на протяжении одного года, или же на протяжении трех лет, в зависимости от вашей специальности. Поэтому это тоже очень важный момент, который нужно рассмотреть перед принятием решения, в какой стране мне учиться. Второй фактор, который я хочу с вами обсудить, это разница в образовании и разница в языковой среде. Если вы переезжаете в Европу и получаете образование на английском языке, как, например, это сделала я, я не говорю по-венгерски, у меня образование было полностью на английском языке. Но имейте в виду, что, скорее всего, ваши преподаватели не являются носителями языка. То есть погрузиться в языковую среду, как, например, вы могли бы сделать в США, в Европе у вас не получится. Понятное дело, если вы едете в Германию, учиться на немецком языке это к вам не относится. Но если вы выбираете какие-то страны, в которых вы будете проходить образование на английском языке, но язык самой страны другой, то погружение в языковую среду не получится. Также я заметила различия в преподавании материала. То есть, если в США большое количество домашних заданий построено именно на написании эссе, и вообще у вас семестр разбит на несколько проектов, да, которые вы делаете в течение семестра, потом все оценки за это дело вместе складываются, и у вас получается какая-то общая оценка. Зачастую эти проекты, как я уже сказала, это какие-то reports, которые вам нужно написать, да, не знаю, репорты на русском, какие-то эссе, там, сочинения, в общем, очень много всего в письменном виде. В Венгрии, когда я училась, у нас образование, мне кажется, было больше такое традициональное, которое вы сможете, наверное, встретить в университетах, там, в России, например, где у нас в течение семестра есть несколько экзаменов, самый главный экзамен это midterm и конечный экзамен, а между ними не так уж их много и домашнего задания, никто это домашнее задание особо не проверяет, но очень важно за экзамены получить хорошие оценки. Когда вот в США особого стресса на экзамены нету, но есть именно упор на вот эти проекты, которые вы делаете в течение семестра. В последней части я хотела поговорить о качестве образования. И мне лично кажется, что образование и в Европе, и в США высокого качества, но это зависит от университета. Если вы получаете образование в вузе США, это не значит, что вы получаете классное образование, потому что здесь более 5000 вузов. Соответственно, вы можете учиться в плохом вузе, а можете учиться в вузе Ivy League. Их разница образования будет большая. Соответственно, то же самое происходит у нас в Европе. Есть хорошие вузы, а есть тактия. Поэтому здесь главное выбирать вуз, который подходит именно вам, в котором направление, которое вы хотите изучать, оно сильно и хорошо преподается, и уже тогда поступать в эти вузы. А так очень сложно по странам сказать, где качество образования лучше. Конечно же, это все зависит от университетов. А теперь вы поделитесь со мной в комментариях и напишите, где вы думаете образование лучше, в Европе или в США. Или, может быть, в вашей родной стране. Спасибо большое за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал и смотрите другие видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok